В этом видео я хочу поговорить об тупых алгоритмах ютуба. Надоело видеть А4 в трендах? Тогда заходи на канал Генри Плей. Парнишка делает качественный контент по игре Медао 2, веселые рубрики, видео, а также монтаж. Все это ты найдешь на канале Генри Плей. Переходи по ссылке в описании и подписывайся. Итак, почему я захотел сделать ролик на эту тему? Потому что ютубу лень продвигать мои вполне качественные ролики. Сейчас вы, наверное, ржете как кони. И вы такие, какой качественный контент. Короче, если вы смотрите комменты под моими роликами, то 95% всех комментариев это положительный. То есть всем нравится мой коммент, точку контент. Ладно, давайте я расскажу небольшую предысторию. 2010 год. Ютуб только зарождался. Тогда ютуб был свободной площадкой. То есть маты хоть не запикивая, теперь ничего не будет. Так вот, одним сегодняшним днем западные рекламодатели куглу говорят, давайте вы ведете право, что маты запрещены, иначе мы не будем вам давать деньги. Ну и, как говорится, деньги человека меняют. И они соглашаются. И всех времен право все зроще. И да, то же самое было с твичом, только попозже. Давайте я вам расскажу, что вам надо для того, чтобы попасть в эти тренды. Итак, вам для этого надо иметь как больше подписчиков и просмотров на вашем ролике. Так вы не имеете больше шансов, что вы туда попадете. То есть туда попадают только средние и большие каналы. Конечно, есть исключения по типу моего ролика одного, но не важно. А еще вы должны иметь большую удержаемость на вашем ролике. А это все у меня нет из-за алгоритмов ютуба. То есть, понимаете, ютуб сам себе противоречит. И как бы ютуб задумался, как площадка там, где каждый мог стать популярной. Но нет. Надо ограничить все больше ютуберов. К примеру, Эстромакс и Мискетти. Да, в сравнении с тобой, но раньше он контакт был их фановым. Но из-за правил стала дешевая параша, которая вызывает отращение. Или давайте поговорим про статусы. То есть, в школе к студенту и деду. По типу. Ну, привести мне все в слово, когда статусы были просто статусами. То есть, оно только означало, где ты работаешь или куда ты ходишь. Если вы сейчас скажете на какого-то школьника, то он вас покроет десятиэтажным матом. Покладет черный список, да еще в ЧС кинет. И школьников уписывает. Ну, хотя лучше, комментирует все за меня скажет. Крадцы, школьники воспринимают не всерьез. Говорят, типа, 12-летний курючий в школе, который пришел из дедума. Или же, давайте поговорим про рекламу. Большинство ютуберов, а точнее популярные ютуберы, где-то 20-30% уверен и открутились благодаря рекламе. Но если у вас нет связи с ютуберами, которых минимум 5000, или же денег на рекламу, то вы попадаете в мир удачи, казина с ютубом и гублом. А если только на удачи... Не, ну, конечно, есть связь с тревентусом, но коллапы не ходят. Хотя, мы можем понять, ему не будет выгода. Ну, и вот, что с каждым годом все хуже и хуже, что если...